В Беларуси замедляется инфляция. По прогнозам в этом году она будет на уровне 7-8%, что значительно ниже показателей 2022. Тогда он составлял более 12. Уже есть положительный эффект отведенного ценового регулирования. Его удалось достичь в обозначенные президентом сроки. Специалисты отмечают, хорошая динамика сохраняется, плюс ожидается сезонное снижение стоимости продовольствия в летний период. Республика ратифицировала соглашение с Россией о нарушениях ПДД. Соответствующий документ подписал президент. Речь идет об обмене данными с союзным государством о несоблюдении правил дорожного движения, которые выявлены с помощью фотофиксации. Закон облегчит сотрудничество между странами, так как предполагает взаимодействие по электронным каналам связи. Беларусь вошла в список 50 лучших стран мира по ведению беременности и родов. В республике более 20 лет успешно действует разноуровневая система охраны здоровья матери и ребенка. Специализированная высокотехнологичная медпомощь оказывается в стационарных и амбулаторных условиях. Показатель младенческой смертности самый минимальный среди государств СНГ и ниже, чем в Польше, Литве, Великобритании и США. В учредительном съезде с рабочим названием Белорусская политическая партия «Белая Русь» примут участие свыше тысячи делегатов. Пройдет он 18 марта в Минске. Там утвердят устав и программу, а также выберут руководителей. Новый виток развития уже объединяет граждан разных социальных групп и возрастов. Все эти люди – патриоты, которым небезразлична дальнейшая судьба своей страны. В Беларуси подешевело автомобильное топливо. 92-й теперь стоит 2 рубля 35 копеек, 95-й и дизель 2,45, 98-й – 2,67. В последний раз стоимость бензина менялась в июне прошлого года. Тогда она выросла. Белнефтехим также ввел новый способ регулирования цен на дорожный битул. Для всех производителей смеси предельный норматив рентабельности – 12%.